И снова добрый день, друзья! Передача «Час» Елены Гордон, я её ведущая, и сегодня у нас гость Михаил Рискин, певец. Михаил ещё в Израиле, мы говорим с ним по скайпу, но совсем скоро он будет со своим концертом, со своими концертами в Америке, и в том числе будет здесь, в Чикаго. 27 апреля в 7 часов вечера в центре круг. Михаила можно будет услышать. Телефон центра 224-423-5784, 224-423-5784, но я думаю, что круг, то, где он располагается, известно почти всем, но всё-таки адрес на всякий случай 14 00 South Wolf Road Willing. Михаил, я тут немножко времени потратила на то, чтобы сказать, когда можно будет вас увидеть и услышать. Думаю, что связь будет по-прежнему хорошей у нас с вами. Амин. Михаил, хотелось бы, чтобы вы ещё немного рассказали о своей семье, о нас всё-таки очень интересная, необычная, о прадедушке говорили, и о том, что у вас программа «Песни моего прадедушки», и спектакль, который вы привезли в Биробиджан, и это было вам особенно приятно, но я не буду повторяться, что, собственно говоря. Дедушка тоже ведь уникальный человек, медик или даже профессор медицины. Это со стороны мамы, да. Со стороны мамы. Абрам Аутрович Клим. Он, да, умер, к сожалению, за 10 лет ещё до моего рождения. Я с ним знаком не был по этой причине технической. Но он прошёл всю войну начальником медсамбата. И он стоял у истоков, кстати, он почётный гражданин города Ялты был. Он и его супруга, моя бабушка, Ольга Марковна, они были, стояли оба у истоков ещё в 20-х годах, знаменитых здравниц на южном побережье Крыма, где, как вы знаете, лечили лёгкие, лечили от туберкулёза. Вот. Он был, так сказать, из отцов-основателей. Ну, он тоже, как и прадедушка с той стороны воевал, был фельдшером в Первую мировую войну, и даже попал в плен, где уже до самого окончания войны он просидел, и этот плен ему запомнился тем, что он сидел и круглые сутки играл на мандолине. Он научился играть на мандолине и освоил этот инструмент в плену. Вот. И вот так вот весь плен проиграл на мандолине. Я, на самом деле, хотел, может быть, сказать в двух словах, что меня ждёт после Чикаго. Мне кажется, это будет интересно. А потом, если будет время, Лена, да, то мы вернёмся к моим замечательным предкам. Вот. На самом деле, в городе Чарльстон, это столица Западной Виргинии, будет два совершенно необычных концерта. Это будут концерты с оркестром русского танго. Программа русского танго, которая была аранжирована, специально оркестрована моим очень большим другом из Бостона, который живёт сегодня в Бостоне, композитор Эдуард Богушевский. Совершенно замечательный, который ещё в 70-е, 80-е годы работал на киностудиях советских, мосфильм и так далее, и писал музыку для кинофильмов. Он сегодня живёт и здравствует в Бостоне. Мы с ним совершенно плодотворно, замечательно сотрудничаем. Несколько лет назад у нас тут в Израиле возникла идея у докторессы из Еврейского университета Елены Негневицкой популяризовать русское танго 30-х и 40-х годов на Западе. То есть перевести его на такой квалифицированный английский язык. Она это сделала, перевела где-то около полутора десятков танго. Мы записали диск с камерным составом. И потом у меня возникло желание продолжить этот проект. Мы дебютировали в Израиле несколько лет назад. Продолжить этот проект на западном пространстве, поскольку очень красиво это всё звучит на английском языке. Речь идёт о настоящем жанре, который на самом деле на Западе неизвестен. Нам он кажется таким, знаете, мы на этом выросли. Это Оскар Строк, Ефим Розенфельд, Ежи Петербург, Бродский, Голд, Вертинский, конечно же. Александр Вертинский. Я хочу сказать, что для Америки, насколько мне известно, может быть я ошибаюсь, насколько мне известно, из той подготовительной работы, которую я сделал, для Америки это будет по существу презентация этого жанра впервые на английском языке. То есть это будут танго исполняться на английском и на русском, в данном языке оригинала и на английском тоже. И для Америки это будет дебют совершеннейший. В любом случае, русская танго им заинтересовался, вот первый из оркестров, который заинтересовался, это Чарлзстон Чамбер Оркестра, там под управлением совершенно замечательного дирижера Скотта Вударда, который, ну как вы понимаете, сумел это дело оценить, потому что свою аспирантуру он все-таки делал в Питере. Хотя по-русски он не очень говорит, но тем не менее он, вот у него на аватарке в Фейсбуке стоит Эрмитаж. Вот, то есть человек любит именно вот такую, так сказать, русскую культуру, и он очень заинтересовался этим проектом, и мы вот будем иметь возможность наконец-то посотрудничать. А потом, даст Бог, будем продолжать, потому что в западном пространстве этот жанр, который сочетает в себе вот такую русскую страстность, потребность, так сказать, излить дум, так сказать, законами танго, что, в общем-то, порождает совершенно отдельный жанр, в котором своя онтология, своя трагическая история, которая легла на самые трагические годы, на 30-е, на 40-е и на 20-е прошлого столетия. И вот такой я пытаюсь сделать, ну, если хотите, камбэк, что ли, жанра русского танго, потрясающего, конечно же, по своей красоте. Между прочим, да, на самом деле, если копнуть, то 80% композиторов наши люди. Вы же понимаете, что имею в виду. То есть все евреи, получается, по существу, кроме Вертинского и, наверное, Шмидт-Зедера. вот так вот. А, я даже могу показать в свое время, у меня тут тоже по-чистой случаяси, вышел такой совершенно замечательный диск в Израиле, который так и называется Russian Tango. В переводах, он на английском языке в большинстве своем. В переводах вот эта замечательная переводчица, наша, кстати, Иерусалимская, она работает в Иерусалимском университете, Елена Недневицкая. Может быть, мы послушаем, ну, например, «Черные глаза» или что-то сейчас, перед тем, как выйдем на декламу. Давайте Вертинского Магнолию как раз. Дело в том, я скажу, почему Вертинского Магнолия. Дело в том, что Вертинский, когда я сделал концерт русского танго в Израиле, это было, кажется, в позапрошлом году впервые, то мне пришло в голову, что концерт русского танго до этого, до моего концерта, который был предпоследний, и я действительно навел справки, оказалось это так. Был в 1933 году, когда Вертинский приезжал с гастролями в Палестину и дал единственный концерт в Иерусалиме. Импресарио снял ему зал где-то на 150 мест, и пришло 7 тысяч человек. По этому поводу концерт перенесли в парк. Вертинский настолько впечатлился вообще этими событиями, он настолько это все, так сказать, его все это взбудоражило, что он написал, у него есть такое знаменитое палестинское танго, которое мы с вами по политическим причинам сегодня исполнять не будем, а исполним, если вы не возражаете. Я возражаю, я никак не возражаю, но, к сожалению, мы по техническим причинам, не по политическим, а по техническим не сможем исполнить, вот у нас его нет, так что нам придется остановиться на ваш выбор, либо на тропическом острове, либо на черных глазах. А, это второе название, вот оно что, ну замечательно, просвечаюсь. Звучит так, On a God Forsaken Tiny Tropic Island. Ну вот, Михаил. В Анапонном Сингапуре. Хорошо. Имеет другое название, Макнига. Субтитры создавал DimaTorzok